Добрый день! С вами художественная школа Империи Пикчер и я Светлана Юрьевна, ее ведущий преподаватель. И сегодня я покажу вам, как нарисовать голубя простым карандашом. А если вас интересует данная тема, то внизу по ссылке в описании вы найдете онлайн-курс про птиц простым карандашом. Заходите, смотрите, там множество других курсов, возможно вас что-то заинтересует. Давайте рисовать вместе с нами. Ну а мы начинаем. Итак, берем простой карандаш, также нам потребуется ластик и начинаем рисовать нашего голубя. Начнем рисовать мы голубя с его самой большой части, это тело. Рисуем овал, который у нас немножечко приподнят правую сторону вверх. Далее, чуть выше. Вот мы примерно так рисуем вертикальную линию и где-то вот здесь, немного выходя за эту линию, рисуем кружочек. Это будет голова голубя. После чего мы соединяем голову с телом. Здесь рисуем такой клювик. Тут приподнимаем лобную часть, а здесь уже плавненько, плавненько ведем в тело голубя, чуть-чуть срезаем. Также у нас здесь сразу появляется крылышко. Вот оно. Также где проходит овал у нас появляется шея, то есть прямо вот по этой линии. Обратите внимание, как у нас голубь проходит. Внимательно изучаем натуру, смотрим на характер птицы. Что такое характер? Это внешний вид. Чтобы было понятно, что мы рисовали с вами голубя, а не сороку. И внимательно изучаем характер. Далее рисуем лапки, как они идут. Чуть-чуть ниже опускаем клюв. Чуть-чуть длиннее его делаем. Рисуем глаз. Так, ну, может быть, я все-таки хвостик сделаю побольше. Хвост и лапка у нас на одном уровне проверяем. Ну, теперь начинаем прорисовывать лапки более тщательно. Сначала нарисовали просто палочками дна, вторая, третья. А теперь прорисовываем. Итак, верхняя лапка идет в правый пальчик. Здесь у нас будет все ровно. А вот снизу мы делаем такие три небольшие волны. Закругляем и рисуем коготок. Закругляем, рисуем коготок. Также заднюю лапку. Она у нас будет побледнее, но все равно рисовать ее нам необходимо. Мы прорисовываем перышки. Смотрим, как у нас идет темная часть перьев. Прямо вот так вот ее общей массой отделяем. Далее идут серые перышки. Далее черные. Опять серые. Ну что, собственно и все. Убираем линии построения. И переходим к тону. Сейчас нам необходимо набрать тон у нашей птицы. Мы будем работать растушевочным штрихом. То есть это штрих, который у нас без особого направления. То есть просто заштриховываем нашего голубя. И в этот момент мы можем, кстати говоря, чуть-чуть затемнять более темные места. Такие как шея, голова, полосочки и хвостик. В общем, давайте это быстренько сделаем. Здесь нам не обязательно соблюдать форму птицы. Все это у нас может быть пока плоско. Но если мы опять же работаем растушевочным штрихом, и нам не нужно следить за объемом. Главное делать штрихи очень плотные, чтобы не было никаких дырочек. Можно делать их рыхлые, пожалуйста. Это все-таки у нас не академизм. Это рисунок. И всего-всего голубя проштриховываем. Ну и сразу в этом первом слое мы распределяем свет и тень небольшую. Сильно не увлекаемся, но уже показываем, что темнее, делаем в два слоя. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это мы доработаем И уже наш голубь смотрится достойно Теперь наша задача с вами усилить тени И продетализировать все Будем идти сверху вниз Итак, что значит продетализировать? Это значит улучшить нашу работу Завершить ее Большинство наших учеников Ну и подписчиков Которые рисуют вместе с нами Могут работы начинать Могут их вести Но завершать многие не могут Не хватает сил или знаний Вот даже работая в школе Я понимаю, что завершить работу Это самое сложное для ребенка Для учащегося Потому что он не понимает Что же сделать такого Чтобы она стала Красивой и грамотно завершенной А не хватает именно детализации То есть мы Начинаем прорабатывать нашу работу Искать в ней детали То есть вот чем лучше Вы ее проработаете Чем больше вы всего интересного Не найдете Тем более реалистичнее Она будет смотреться Вот смотрите, клюв Я вижу, что на клюве У нас есть тени снизу Есть тени вот здесь Вот под белой частью Ну и белую часть Можно слегка проштриховать А теперь смотрите От клюва К глазику идет полосочка И сверху она немножечко темная Вот как раз таки Мы это сейчас и сделаем Так, чуть-чуть тут сотру То вылеплю Это и называется Детализация изучения нашей натуры Все Искусство Изобразительное Сводится к тому Чтобы мы просто Изучили с вами натуру И ничего более Заштриховываем глазик Делаем глазику обводку Смотрите внимательно Как она у нас идет Делаем глазику зрачок Здесь я сделала штрихи Как перья Теперь начинаем спускаться Спинка более светлая А вот перышки Они у нас Отдельные Вот я беру эти перья И прям их Прохожу Бледненько Там где они темные Посильнее надавливаю Там где светлые Чуть-чуть побледнее Таким образом проходим Наши перышки Теперь снизу Под каждым пером Мы еще набираем тон Таким образом Приподнимаем Вот это верхнее Перышко Выше И отдаляем То перо Которое ниже То же самое делаем На сереньком Вот это и называется У нас детализация Когда мы в том Общем объеме Ищем Частные детали Это называется Работа от общего К частному И все это проходим Вот посмотрите Уже перья у нас Получились Здесь мы ничего трогать не будем Может быть там Если вам хочется Чуть-чуть добавить Больше перьев А так спускаемся ниже И продолжаем Здесь у нас есть Над чем поработать Еще один слой Серых перьев Отделяем Каждое перышко Одно из-под другого И точно так же Нижнюю часть Нижнее перо Сверху заштриховываем То же самое здесь Кстати говоря Здесь еще можно Заштриховать Немножко тон Под самими Серыми перьями То есть вот это вот Выделить кончик И к низу Чуть сильнее Заштриховать Смотрим на хвостик Хвостик Будет темнее Нижняя часть Вот видите Задняя будет светлее И это мы тоже показываем Так здесь у нас Добавляется еще тоже Два серых Тоже три серых пера Проходим снизу Под ними тоже затемняем Ну и вот как-то так Можно кое-где Добавить полосочки На сами перья Убираем все водки Стараемся Чтобы ободок не было Идеальный рисунок Тот В котором ободок нет Задняя лапка Задняя лапка у нас Будет более темная Чуть ее еще Можно затемнить И пальчик И коготочек Все это будет Более темное А передняя лапка Затемняется у нас По нижней части Немножечко сверху Можно проштриховать Коготочек И добавляем Такие вот полосочки Дугообразные Которые подчеркивают Кожицу Нашего голубя После чего Добавляем Падающую тень От голубя Как раз вот эту линию Которую мы делали От хвоста До лапок Мы чуть-чуть убираем Но На самом деле На нашей натуре На нашей фотографии Эта тень Очень сильно видна Ну собственно И все Сейчас еще глазик доделаю Оставлю вокруг него Еще небольшую Светлую полосочку И затемню Чуть-чуть дальше Вычищаем работу Убираем все лишнее Чтобы не растирать ручкой Вы можете все Остряхнуть тряпочкой Работу подписываем И готово Ну что Вот и все Вот такая замечательная Птичка У нас сегодня С вами получилась Итак давайте посмотрим На нашу натуру На ту фотографию С которой мы сегодня рисовали А это та работа Которая получилась у меня И которая по итогу Должна получиться у вас Ну в общем-то и все На этом я буду с вами прощаться До свидания друзья До новых встреч Не забудьте поставить лайк Подписаться на наш канал Оставить хороший добрый комментарий Ну и конечно же Если вы нарисовали данное изображение Присылайте мне его в инстаграм Я с удовольствием посмотрю на вашу работу Ссылочку вы можете также найти внизу В описании Или заходите в инстаграм Выбивайте империя пикчер И вы не ошибетесь Найдете именно нас Ну и все Всем пока Всем до новых встреч